Народосбережение – будущее России. Такой стратегически важный вопрос подняли на встрече регионального отделения общественной организации Всемирного Русского Народного Собора. Что будет с государством в ближайшем будущем, зависит от граждан, которые в нем проживают, считают ораторы. Я хочу пожелать, чтобы мы проникнулись в этой идее народосбережения. И, конечно, наше руководство должно помогать во всех этих ситуациях и воспитывать эту нравственную ответственность. Анна Чуркина, студентка Самарского педагогического университета, выбрала для себя будущую профессию учитель начальных классов. Всю жизнь готова посвятить детям, чтобы помогать им учиться и исполнять их мечты. Свою же семью девушка пока заводить не торопится. Для начала нужно позаботиться о карьере. Впереди у нее серьезный жизненный этап – диплом и поиск работы. Самореализация тоже важна. И даже если я буду создавать семью, я думаю, что для меня будет семья и карьера на равных. Резкое сокращение населения России началось примерно в 2017 году. Чтобы повысить рождаемость и укрепить институт семьи, повысить качество жизни граждан, существует целый комплекс национальных проектов. Демография, здравоохранение, наука, культура и не только. По инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина разработано 12 национальных проектов, отхватывающих все сферы жизни человека, вопроса стратегического развития государства. И все эти проекты, они как раз созвучны той теме, которая рассматривалась на соборе. Проект «Демография» – это что как ни есть народосбережение. Помочь решить демографическую проблему в стране сможет проект «Стратегия народосбережения» до 2050 года. Такую долгосрочную программу предложили на Всемирном русском народном соборе в Москве. А улучшение демографической обстановки будет способствовать и экономическому росту страны, считают эксперты. Основная цель стратегии – воспитать молодое поколение граждан России, для которых важна ценность семьи, уважение к многодетным семьям и забота о старшем поколении. Мария Левина, Николай Сидоров. События.